друзья всем привет вот под ветер гоняем птицу а то вы уже устали смотреть на земле да из белых сейчас будет кто-то в крови очень сильные хлопки слышны тянут ногами давай садитесь друзья всем привет вот пока голуби выходят не буду уже показать пятый день знаете все как хочу поблагодарить сначала тех которые всегда рядом всегда смотрят всегда пишут хороший комментарий и поблагодарить тех кто всегда что-то не нравится вот во первых говорят что ходят как куры не поняли смысл почему я все это делаю вот это молодежь первый день по поводу этой доски она будет сидеть еще несколько дней пока голуби будут хорошо летать потом я ее уберу она для того чтобы они пешком видите молодой под крыло вообще перья еще нету кушать нормально там еще два это я вчера их поставили а красавчик как хорошо все выходят молодцы ну вот хотел сказать про тех которые всегда пишут гадости который есть один там еще говорит что я всегда сказки говорю кто смотрел мои ролики знает что я сказок никогда не говорю я говорю всегда то что есть если я говорю что этот голубь играет значит он играет а то что я не показываю значит это нету возможности голубь сидит на булавке голубь очень дорогой я просто вытаскиваю на улицу есть одна причина поэтому если я решил отпустить от булавки вы увидите как он играет и так далее по поводу скучных видеороликов они не всегда скучные есть ролики которые помогут тем кто уже много лет занимается голубями это ролики это ролики для тех кто начинает потому что всегда на ютубе все снимают ролики как голуби хорошо летает как хорошо бьют как хорошо тянут а для начинающих голубеводов для начинающих голубеводов это ничего не значит они ничего не понимают поэтому я решил снимать ролики все сначала как надо тренировать голубей в каком возрасте надо их тренировать как посадить взрослых вместе с ними чтобы они вот привыкнули чтобы не потерялись когда надо кормить сколько надо кормить все это будет в следующий видеороликов если для кого-то это скучно для кто-то это очень интересно и надо всем помочь поэтому иногда есть ролики для тех кто уже со стажем а иногда ролики для молодой поколений потому что надо как-то им тоже помочь не думать только о себе вот видите они уже как бы начинают летать думаю недельку еще потом посмотрим а то сапсан сейчас очень сильно атакует сейчас он гнездо делает и атакует в парень поэтому сейчас много потерь ну я думаю решили проблемы которые были если есть какие-то замечания всегда пишите я всегда читаю вот друзья здесь у меня весь детский сад кто уже потихоньку начинает летать кто кушает возраст не знаю где-то 25 дней 30 под крыло еще поймаю сейчас одного покажу вот под крыло как вот в таких такой возраст они уже начинают как бы кушать видите ходят вот так что убрали у родителей посадил голубятник для гона все активные корм постарался в этом году покупать разные разные семешки и поэтому как видите молодняк очень хорошо развивался для такого возраста я постараюсь как бы давать очень мелкое зерно разные семечки для попугаев канареек чтобы они сумели свободно видеть как они кушают в такой возраст если дать только кукурузу они вам ее не едят потом в возрасте где-то 40 дней будем всем для листов дать есть у меня таблеточки специально для каждого горубя по поводу этой кашки жортизны которые в горле появляются у птенцов постарайтесь раз в недельку хотя бы дать окислители в воде это лимонный сок это уксус и у вас проблем не будет а уже когда взрослый чистая вода при каждой кормлении даем чистая вода когда они покушали идут обратно в таком возрасте они как дети очень быстро привыкают поэтому лучше в таком возрасте чем чуть чуть постарше потом они начинают взорваться надо за ними бегать а так они еще не не на крыле видите сами есть несколько старшие которые уже знают дорогу и все за ними там им ждет чистая вода с уксусом потому что когда отделяешь от родителей они начинают как бы делать иммунитет на среду на то что кушает и иногда может возникать эту этот хомоноз может возникать и в таком возрасте не обязательно когда маленький он где-то 15 минут они сидели покушали и все толпой в будку опять наша самочка сидит уже пятый день и она все равно что-то ищет хочет свалить для тех кто еще не понял для чего эту доску я поставил вот ребята пескуны ходят по ней поднимаются сделать и вот эти лестницы неудобно потому что они будут на каждой лестнице трудиться подниматься а так наверх они очень хорошо и быстренько другой вопрос что надо ее пошире сделать потому что один там застревает и мешает всем а вообще будут летать убираю и все поскорее бы гонять их показать в полете как чтобы у разных умников не были вопросы по поводу игры я никому ничего не хочу доказывать я просто снимаю для себя все равно сижу смотрю заодно кому-то это поможет я думаю а то что я снимаю для того чтобы хвалиться не это не надо я голубей для другого держу чтобы посмотреть делать селекции улучшать каждый год получше получше так что такие дела друзья хотя быстренько закрою уже вечером уже по второму кругу и так пока дойдем до одного раза в день сейчас очень как бы не хорошо покормить песку но в один раз день они и так чуть-чуть хавает когда они уже начинают будут начинать кушать хорошо тогда и сделаем покажу какую норму надо дать и так далее всем спасибо всем спасибо кто пишут хороший комментарий и отрицательный ну чтобы по теме быть